МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спасибо. Пахнет вкусно. Угу. Дядь Леш, а это вы где? Ну, я уже не помню. Куршевель, по-моему. Это у нас? Нет, это Альпы. У нас тоже есть очень много хороших курортов. Я бы тоже в горы хотел. Хочешь, значит, полетим. Желание должно исполняться. Нет, мама не разрешит. А еще это дорого, и учеба. Потом у меня лыж нет, и кататься я не умею. Это все препятствия или есть еще какие-то? Тебя мама учит придумывать, почему нельзя делать то, что хочешь. Неплохо научила. А еще она, наверное, говорит, что есть слово надо. Но ведь оно правда есть. Есть. Но слово хочу важнее в жизни. Давай добавлю. Что такое? Что случилось? Мама меня размешивала. Она рожицу смешную делала. Из варенья. Да, рожицу – это здорово. Мальчишки, вы должны знать, что... Ваша мама, она рядом с вами. Пусть даже если она теперь не может больше быть вот прямо здесь, но она с вами. Она вас видит. Она радуется, что у нее такие замечательные мальчики. И она вас очень любит. Если любит, почему одних оставила? Ну, вы же не одни. Вы есть друг у друга. Это очень важно. У вас замечательный папа. У вас есть я. Ну, вы же не наша мама. Вы Митина. Да, это правда. Но это не важно. У каждой мамы на этом свете очень, очень большое сердце. И она любит всех деток. Всех-всех. Вот я вас очень люблю. Доброе утро. Доброе утро. Будете завтракать? А, да нет, спасибо. У меня дела в городе. Так, я не понял, а чего сидим, а? Все, позавтракали домой. Загостились уже. Да они не мешают. Что-то срочное в городе? Да. В общем, есть информация по аварии. Нашелся свидетель, который видел, как этот гад Глашу подрезал с моими пацанами. Заснял все на видеорегистратор. Правда, там грязные номера заляпаны, но это не важно. Главное, хоть какая-то зацепка. Думаете, найдут? Не найдут, я найду. В этой сволочи, у нее там правое крыло помято. Значит, надо трясти автомастерские. Спасибо еще раз. Как чувствовала. Сделала запасные. Еще, когда все хорошо было. Не один, а два грузовика песка. И трех рабочих вдвоем там не справиться. Фу, опять собачьей кашей воняет. Просто сделайте и все. До свидания. Мам, зацени. Алексей, вы ставите меня в неловкое положение. Не надо его так баловать. Да это просто телефон. Мы в горы летим. Я буду учиться кататься на лыжах и на сноуборде. Митя, иди погуляй с собакой. Ну, мам. Иди. Достало. Феров, за мной. Что-то не так? Я не люблю, когда что-то делается за моей спиной. Какие горы? Что вообще происходит? Нин, ну я как раз пришел по этому поводу посоветоваться и поговорить. Ты присядь и успокойся. Я хочу Митьку свозить в горы покататься на недельку. Ну, в Красную Поляну, допустим. Ну, пусть парень увидит что-то еще помимо этой деревни. Алексей, это все прекрасно. Но у меня нет на это ни денег, ни времени. Я работаю. Мы все работаем. Нина. А, мне не нужны твои деньги. Я пригласил, я плачу. Ну, ну, ты успокоилась, все хорошо? Нет. Нет, это все куда-то не туда зашло. Сначала подарки, теперь это все. Да, Леша, у нас с тобой не те отношения. Да при чем тут наши отношения? Если ты не хочешь лететь, не лети. Напиши доверенность на Митьку. Мы вдвоем с ним слетаем. Это что за дикость такая? И вообще, как можно с ним обсуждать такие вещи без меня? Я здесь кем, получаясь? Монстром? Добрый дядя позвал, а мама запрещает. Ну, видимо, так. Надо поменьше о своих принципах думать, которые никому не интересны. И побольше о ребенке. Так, Леша, я запрещаю тебе. Ты не поняла. Ты не можешь мне ничего запретить. Глупая ты женщина, Нина. Я думал, у нас все с тобой хорошо будет. Ну, раз так, обойдемся без тебя. Вот эти папки скачай. И вот эти. А я пока сейфом займусь. Теперь им и точно конец. Однако... Судак, дай. Какая прелесть. Теперь все сходится. Это разрешение от консульства на ПМЖ в Черногории. Ну что, навсегда свалить собрался? И, судя по документам, не один. Мужик, я ж сказал, тут тебе ловить нечего. Да и менты уже пробитое крыло вопросу задавали. Не было у нас такой тачки в ремонте. Ладно, ладно. Еще на трубную смотаюсь. Смотайся, раз прижало. Спасибо. Бывай. Есть кто? Что-то серьезное. Я на обед собираюсь. А. Слушайте, мой друг здесь правое крыло рихтовал. Синий внедорожник такой. Помните? Шутите? Через мои руки столько тачек проходят. С тех и не упомнишь. Правое крыло. Синий, говоришь? Да. Не помню. Послушай. Мне очень надо это знать. Я же сказал, не помню. Слушай, эта машина уехала с места аварии. Авария, в которой погибла моя жена. Если ты хоть что-то помнишь. Назови сумму. Ты деньги-то убери. Я же сказал, не было у меня такой тачки. Я на обед собираюсь. Ладно. Ладно. Ваня, здорово. Это я не узнал, что ли? Богатым буду. Слушай, ты вечером ко мне в гараж заскочи. Ты не понял. Проблемы как раз таки у тебя. Причем очень серьезные. Ты уроки сделал? Сын, я с кем разговариваю? У тебя контрольная завтра. Я не пойду на контрольную. Дядя Леша справку сделает. Мы с ним в горы летим. Я так не думаю. Тебе не надо ничего думать. Мы с дядей Лешей все сами решим. Сыночек, пойми. Дядя Леша не может принимать таких важных решений. Он тебе никто. Он мой друг. И он знает, как мне лучше. А ты... Ты меня душишь. Не хочешь с нами? Твоя проблема. А мы с дядей Лешей полетим. Митя, так нельзя разговаривать с мамой. Ну ты же сказала. Не будем врать друг другу. А я правду говорю. Не нравится? Так. Ты сейчас садишься и готовишься к контрольной. А я через полчаса приду и проверю. Мы с дядей Лешей все равно полетим. Ледь. Да. Ты где? Здесь. Ну, что звал? Если по бабкам, в долг не дам. Да погоди ты. Сегодня ко мне в гараж один мужик заходил. Про машину твою расспрашивал. В смысле? Говорит, твоя машина жену его на дороге сбила насмерть. Что за гнилая подстава, Вань? Ты под статью меня подвезти хочешь? А что мне было делать? Там Нинка за рулем была. Не, мне нужно было ее сдать, а Митю без матери оставить. Он мог меня предупредить. А что теперь делать? А ничего, Лень. Ничего. Молчай, Лень. Молчай. Я-то молчу. Только, понимаешь, теперь мысли нехорошие в голове крутятся. А вдруг ко мне венты придут? Ну, как придут, так и уйдут. У них нет на нас ничего. Понял? Я-то понял. Только ты не отсыклишь мне косариков пятьдесят. А то завтра играю, а я голый. Завязывал бы ты с этим, Лень. Так ты дашь или нет? Ладно. Да. Мы же с тобой друзья. Я же говорю, нормальных людей по часу в очереди мурыжат. Я же сейчас сопрела. Ой, а это кто ж такой-то? Прохорова тут принимают. Тут, тут, на месте она. О, не тебе здрасти, не тебе благодарю. И где только наша Ниночка таких себе вот находит. Что ты хочешь? Да каков поп, таков и приход. Ну, привет, староста. Ты? Как ты меня нашел? Ты, Ниночка, у нас теперь личность известная. Разговор у меня к тебе. Говори. Может, чайку плеснешь? Дело-то серьезное. Что тебе надо? Тебя Иван прислал? Ивана твоего тоже касается. Он ведь с тобой вместе был. Когда ты ДТП на трассе устроила. Со смертельным исходом, между прочим. Так что вы оба теперь у меня. Вот где. Что ты хочешь? А ты не догадываешься. Машинку-то вашу потом я рихтовал. Тачку подрезала. С места ДТП скрылась. Если я про то ментам скажу, сама понимаешь. Ну, могу и промолчать за определенную сумму. За рулем был Иван. Пьяный. Вот с него деньги и проси. Вот как? Чем докажешь? А я ничего доказывать не собираюсь. Пойдешь в полицию, тебя самого привлекут. За соучастие и закрытие. В смысле? Ты же сам сказал, что рихтовал машину. А что же сразу в полицию не заявил? Нина Ильинична, есть минутка для меня? Есть. Да, посетитель уже уходит. Или остались какие-то вопросы? Нет. Все понятно. Нина Ильинична. Все в порядке? У вас лица нет? Голова просто распалилась. Домой мне надо. Ну, я тогда в другой раз. Отдыхайте. Чего? Правда, что ли, полетите? Ага. Круто. А когда? Ну, когда дядя Леша билеты купит. Мы теперь семья. Правда, мама пока что еще не соглашается. Да врет он все. А вы уши развесили, дураки. Я никогда не вру. Да ладно. У дядь Лава денег куры не клюют. А ты, нищеброд, на кой ты ему нужен? Я тебе фотки с курорта пришлю. А будешь меня обзывать, дядя Леша тебе голову скрутит? Я стучала, вы не слышали? Здравствуйте, Нина. А я вот, понимаете, за ум, так сказать, взялся. Вы были правы, Нина. А вот, понимаете, суп пытаюсь приготовить. Не знаю, что получается, но, как говорится, маленький шаг для человека, это уже... Евгения, я... А? Я должна... Вам сказать... Дело в том, что... Так, с пацанами что-то, да? С Митей? Нет, с мальчиками все хорошо. А. Да не переживайте за нас. Нин, все хорошо. Все, 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 я взялся за ум. Суп готовлю. Вот, пацаны попросили. Я, конечно, помню, что Глаша там сыпала, но вроде как вкусно получалось. Я и сам экспериментирую, честно говоря. Жень. Шпинатные, да? Ну? Так, сюда надо яйцо взбитое. Есть яйца? Да, конечно, там полно. Полно, вон, посмотрите. Я вам помогу. Так. Ммм. Угу. И сыр плавленый можно, ну, если они любят, конечно. Сыр, точно. Сыр, конечно, сыр. Вот он, плавленый. Вот, отлично. Угу. Так. Как ваши поиски? Да. Я в интернет кинул просьбу, что, ну, может, кто-то что-то видел, и информация есть за вознаграждение. Ну, может. Нин, вы мне что-то хотели сказать? Да... Нет. Ничего. Нет. 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 Это неправильно. Так нельзя. Там курица сварится, вы просто сыр добавьте и выключайте через три минуты. Он дурак, а? Он дурак. Э, что тебе? Слышь, я сегодня у твоей Нинки был в Еленевке, она мне много чего интересного рассказала. Что, наплела? Сказала, что за рулем ты был, причем под градусом. Вот тварь, а! А не докажешь ничего? Выходит, Нинка правду сказала? Правду, неправду. Твое какое дело? Я тебе деньги отсыпал? Сиди, помалкивай. Нет, Ваня, такая правда дороже стоит. Тысяч триста, к примеру, а? А не дашь, я в ментовку заяву накатаю. Они там сами и разберутся. А паровозом не хочешь? За сокрытие улик так-то тоже статья полагается. А я чего? А? А я ничего не знал. Выходит, Ваня, то, что ты меня обманул. Триста тысяч хочешь? Ага. Да как с куста. А может и четыреста. А может и четыреста. Вот тебе твои деньги. Рот откроешь, убью. Убью. Этого накроем? Ага, давай. Давайте. Пап. Да? А тебе тетя Нина нравится? Ну, как тебе сказать? Мне нравится. Она хорошая и добрая. Как мама. А не как мама? Я знаю, мама всегда будет с нами, но она на небе. А тетя Нина, она любит нас и жалеет. А мне можно любить тетя Нину? Мама на небе не обидится? Те, кто на небесах, они не обижаются. Значит, я буду любить тетя Нину. Ну и люби. Только они с дядя Лешей и Митей в горы едут. Они теперь типа семья. Семья? Да, Митька так говорит. Так, ребята. Заболтались мы с вами что-то. А завтра рано вставать. Все. Спим. 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 Ну что, всё купили? Или что-то забыли? Всё. Меня папа столько никогда не покупал. Привыкай. А что мы маме скажем? Ничего. Почему мы обязаны отчитываться перед женщинами? Мы же мужчины. Это она. Вот как чувствует. Что я ей скажу? Ну, это твой выбор. Можешь вообще не поднимать. Ну, не парься, ты же мужик. Вот. Очень плотный. Нравится? Да. Митька. Привет, мамаша. Только трубку не бросай. Что вам нужно? Не мне, а тебе. Ты случайно сына не потеряла? Ну что, у вас? Вы с ним что-то сделали? Успокойся. Он сейчас в городе с Дятловым. Чуешь, куда ветер дует? Что вам от меня нужно? Не чуешь. Объясняю доступно. Если сейчас не схватишься, останешься без сына. Это что, шутка такая? Я не шучу. У него документы на выезд оформлены. На твоего сына документы оформлены. Поняла? Какие документы? Это невозможно. Я ничего не подписывала. Нашлись добрые люди. Оформили без тебя. Ну что ты как маленькая. Сейчас за деньги и не такое делается. Так что пацана от себя ни на шаг не отпускай. Екатерина, вы что мне из ревности это все говорите, а? Ну, зачем Дятлову мой сын? Он что, маньяк какой-то в самом деле? В каком-то смысле маньяк, да. Да. Ну или во всяком случае с придорью точно. У него пунктик, династия. Желает продолжить свой род. Передать бесценный опыт наследнику, ну и накопление само собой. А вот с деторождением проблемка. В детстве свинка переболел. Такая вот ирония судьбы. Короче, ребенок ему нужен. Здоровый, умный мальчик. Будет из него Дятлова лепить. Твой пацан, видать, ему подходит. Это полный бред. Его никто не выпустит с Митькой. Да говоря же, тебе своими глазами документы видела. Бери сына в охапку и беги, идиотка. Если ты, конечно, успеешь. Да куда нам бежать-то? Митя! Мам, смотри, какой прикид клевый. 45 тысяч стоит. А доска вообще класс. Так, все это немедленно надо вернуть. И никто никуда не летит. Слышишь? Это ты не летишь. А мы летим. Нам плевать на твое мнение. Не смей со мной так разговаривать. Не кричи. Женщина не должна кричать на мужчину. Митя, сыночек, ну что же это такое? Митенька, я же люблю тебя. Ну, я же больше всего на свете. Тебя люблю. Не любишь, пацанок? Дядя Леша любит. Он все-все для меня делает. Он мне как папа. Митенька, да все не так просто. Митенька, ну я тебе все объясню, сыночек. Господи, да что же это такое? Я с тобой не разговариваю. Господи, что же мне делать? Ты чего кислый стоишь? Не выспался, что ли? Мама встанет, а меня нет. А могла бы с нами полететь. Ладно, не кисть никак, девчонка. Она знает, что ты со мной. Садись в машину, поехали. Ну, давай-давай, постоим еще, пробки все соберем. Самолет ждать не будет. Или ты передумала лететь? Я... Нет, не передумал. Тише. Тоже проголодался, да? Сейчас мы Митю разбудим, будем завтракать. Держи пока вкусняшку. Держи. Хороший. Митюша. Мить. Митюша. Митя, 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 Митя. Митя, Митя. Митя, Митя. Дядь Леш, остановите, пожалуйста. Так, сопли утри. Мы договорились, что ее не берем. Нет, берем, берем. Это моя мама. Не ерзай, пристегнись. Из аэропорта я звяхни. Успокойся. Я с тобой рядом, все хорошо, боец. Мне маму жалко. Она сама виновата. Все, разговор окончен. Там, Митя, Дятлов. Он Митю увез за границей. Я обижала за ним. Я не смогла их догнать. Когда уехали? Только что. Машину быстро догоним. Догоним. Полицию звони. 102. Полиция. Полиция. Черт. Черт. Застряли. Я так и знал. Дядя Леша, я все полиции расскажу. Заткнись. Это ты виноват. Копался, как девчонка. Все из-за тебя. Черт. Черт. Дядя Леша. Ингалятором пшикни. Скоро поедем. На, воды попей. Полегчает. Кхе-кхе. А ну, открой машину. Открываю тебе, Митя. Стенок есть. Слышь меня. Открывай. Помогите. Открывай, сказал. Помогите. А я все могло получиться. И ты мог стать моим сыном. У него мой сын. У меня его не отдают. Дядя Леша, пожалуйста. Я хочу к маме. Я ее больше люблю. Кхе-кхе. 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 Я тебя сейчас выпущу. Ты скажешь, что ты сам со мной хотел, а потом передумал. Понял? Я тебя выпустил. Ты понял меня? Открой машину. Или ты меня знаешь? Кхе-кхе. Кхе-кхе. Я... Кхе-кхе. Я не предатель. Открой машину, Митя. Я слышу тебя. Выходи. Но. Но. Кхе-кхе. Так, так, так. Мама, прости. Прости, я вам. Прости, я вас. Все. Не волнуйся. Только давай. Оп. Давай. Лучше. Только не волнуйся. Сержант Дорухов. Ваши права и документы на машину. Сержант, полковнику Петрова звони. Это же Дятлов. Права и документы на машину. С мальчиком все в порядке? Да. Сейчас домой поедем. Я не понял. Вы сказали, его похитили. Будем составлять заявление? Но мы с пацаном просто прокатились. А мать панику подняла. Так, боец? Да. Значит, претензий гражданину Дятлова не имеете? Нет. Нет. Вы можете? Идите. Нина. Ты сделала большую ошибку. У твоего сына могло быть будущее. И у тебя могло быть. Я бы все для тебя сделал. Ребенку же нужна мать. Ты же это чувствовал. Что мы не просто так встретились. Мечка же похож на меня. Он такой же, как я. У него характер такой же. Сила, энергия, жизнь. Я бы сделал из него человека. Я бы ему все дал. Это был единственный шанс для вас. А вы его бездарно прохлопали. Жалко мне тебя, Леша. Ненормальная. В машину пройдемте, пожалуйста. Пройдемте в машину, пожалуйста. Проходим, проходим, проходим. В результате информации, полученной из достоверных источников, в Следственный комитет области подано ходатайство о прекращении незаконной деятельности фирм, глава которых Алексей Алексеевич Дятлов по совокупности статей обвиняется в хищении государственного и общественного имущества совершенным путем присвоения, растраты и злоупотребления служебным положением. А также незаконной переработки леса, систематическом выводе денег в офшоры и попытки скрыться за рубежом. Возбуждено уголовное дело. Слыхали? Сегодня уже третий раз крутится. Все равно отмажется Варина. Да, может и не отмажется. Слушайте, там разберутся. Ладно, все. А то мне пора уже закрываться. Спасибо. Пожалуйста. Не, ну может мороженого, а? Ты любишь мороженого? Нет, спасибо. И вообще, спасибо тебе за все. Если бы не ты, я... Это тебе спасибо, Нина. Ты... Ты меня буквально к жизни вернула. Ты стала мне очень дорога. Прости, Тоня, что-то важное по работе. Да. Ты, Воронихин? Да. Слушай меня внимательно. Ты хотел знать, кто сбил твою жену? Говори. Нет. Сначала бабки, а потом информация. Сначала информация. Деньги будут железно. Ладно, черт с тобой. В синем внедорожнике были Нина и Иван Прохоровы. За рулем был Иван. Перекинешь бабки, вышлю его адрес. И прямо сейчас. Давай, жду. Жень, что-то случилось? М? Нет, ничего. Прости. Ты куда? Отойди. Отойди. Ты была в той машине. Это твой муж убил Глашу. Это правда? Я пыталась. Я хотела тебе рассказать. Не надо. Не надо. Я все понял. Ничего не надо. Не надо. Алло, такси? А ну, стой. А? Сволочь. Мужик, ты что, белья объелся? Ты мразь. Ты убил мою жену. Да ты кто такой, потерпевший? А, ты новый Нинкенхаха. Это она тебе что-то начирикала? Да она у меня ку-ку. Я ее поэтому бросил. 12 декабря. Ты, подонок, вот на этом корыте подрезал машину, в которой ехали моя жена и дети. Ты оставил их умирать. Ты даже не остановился. И сейчас за это я тебя убью. Ах ты, шваль деревенская. Еще хочешь? Ты убил мою жену. Я тебя завалю. Доказательства у тебя есть? Нет? Ну так и вали отсюда. Вон, к Нинке. Она хоть и ку-ку, но на лицо нормальное. И где надо, все есть. Мразь. Подонок. Вы что, не понимаете? Он его убьет сейчас. Я не кричу, пожалуйста. Приезжайте быстрее. Вот, сюда поворачивайте. Здесь. Стойте. Ручку вы не дергайте. Нормально, как открывается. Давай, давай, продолжай. И доказать ничего не сможешь. И сядешь еще. Давай. Женя, не надо, пожалуйста. Он этого не стоит. Женя, пусти. Подумай о детях. Так, успокойся. Сошлись оба. Снаряд вы вызывали? Да, да, это я. Кто кого тут убивал? Да нормально все. Бабы не поделили. Что молчим? Он. Он мою жену. Что, какую? Эту? Да, да. Что вы слушаете? Он же не в Минько. В отделении разберемся. Куда? Зачем? Гражданка, успокойтесь. Разберемся. Стойте! Я хочу сделать заявление. Да это что, бабушка надвое сказала? Неизвестно, кто за рулем был. Может, а она? Галь, ну ты что говоришь? Ну, суд же уже был. И суд был. И свидетель показал, что... Так завела она опять свою шарманку. Ты посмотри, адвокатша. Что тебе эта Нинка-то сделала хорошая вам? Вы, Галина Петровна, не в себе, видно. Да у нас лучше старосты не было и уже не будет. Ты поглянь. Прохоровы валят отсюда. Вот. Я говорила. Давай, иди в подсобку виноградику поешь. И чай попить там. Ладно, вы лучше пацана своего воспитывайте. Ремень по нему плачет. Водки не дам. Вообще, вали отседовать. Да я за кефиром. За кефиром? Да ну ладно. За кефиром. А ведь он прав. Прав. Вот кто у нас теперь старостой будет, а? В смысле? Все за меня проголосуют. Да. Ты уверена? А ты, подруга, опять сомневаешься? Да какая ты мне подруга? Ты ж все только для себя, да про себя, подруга. Вот все-таки подлая баба, а? Мить, все забрал? Проверь ингалятор. Я уже все три раза проверил. Еще раз проверь. Нин, может, хватит горячку-то пороть? Так. Так, Макар Николаевич, вы же все знаете. Дочка, ну не ты же за рулем была. За муж ты не в ответе. Твоя-то вина в чем? Ну я знаю в чем. Хватит бы с этим чемоданом. Григорьич правду говорит. Все разрешилось. Ну сама посуди. Мужа твоего, чертова, побери, посадили. Ну. Чего тебе бояться? Я все решила. Ты что ж так? А о нас-то подумали? Мы-то без тебя как? Макар Николаевич, я сейчас поеду к Такменеву, уволюсь. И будет вам на мое место новый человек. Еще лучше. Ну что я прям такого сделала для вас? Много чего сделала. По боли моего. Не отговаривайте меня. Я не хочу уезжать. Я понимаю тебя, Митька. Была б моя воля. Никуда б я вас не отпустил. Мам, может никуда не поедем? А? Митенька, так для всех будет лучше. Давай. Жень! Жень! Хоть ты, хоть ей скажи. Что сказать? Ну что несерденнее? Простишься. Прощаешь ее. Ну, чтоб не уезжала. Жень. Прости меня. И прощай. И вы не поминайте лихом. Пожалуйста. И с домом я не буду торопиться. Найду хорошего покупателя. Чтоб человек был хороший. Чтоб соседом вам был добрым. Не найдется покупатель. Это почему? Потому что мы ничего не продаем. Мы? Мы? Никуда. Никуда я тебя не отпущу. Ты простишь меня? Уже простил. Ну? Ну чего ты плачешь? Ну чего? Я так виновата. Я виноват. Ты виновата. Оба виноваты. Ну что же делать? Жить-то как-то надо дальше. М? Может, еще будет у нас что-то хорошее? Обязательно. Обязательно будет. Ну. Так. А-а-а. Понятно. Все. Ну, давай. И вы сделаете мне с мамой потом. Да я пойду. Вот же она. Так. А, гусеницы. Мы че? 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 Мы че?